Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова ваш риэлтор Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее Орландо и пригороды. Сегодня мы находимся в самом центре, в самом сердце города Орландо, буквально вот по этой улочке, брусчатая улочка, и она не скоростная, чуть-чуть проездная, вернее, потому что буквально прямо по этой улице, но здесь машины не ездят, только ездят те, кто живет, ну вы можете пешком, пешком за 10 минут, буквально в двух-трех блоках отсюда дойти до достопримечательности Орландо, Лейкиола. Этот весь район был самый первый район, который, спальный район, который строился вокруг даунтаун Орландо. Это дом, например, 1911 года. Такое мы еще пока не снимали. В общем, история такова, что сегодня мы делаем превью, предварительный обзор для моего клиента, с которым я завтра буду опять тоже этот же дом смотреть, и все остальные у нас на листе 8 домов, но этот дом мне показался безумно интересным. Я сама хотела его даже заранее посмотреть. Давайте я прибегусь по цифрам, а потом расскажу историю дома. Значит, дом выставлен за 715 тысяч, да, такие цены, это даунтаун Орландо, это очень трендовый сейчас район, как трендовый, популярный, модный, очень модный район. Здесь любят покупать дома молодые бизнесмены, очень много молодых бизнесменов живут в этом районе вокруг даунтаун Орландо, они любят близость к центру, возможность дойти до ресторанов, опять-таки Лейки Ола, парки. И здесь также находится очень много больших госпиталей, клиник, также живут доктора. Очень много хороших, шикарных частных школ в районе. Публичные школы, ну, они среднего уровня, но здесь в основном селятся, если семьи, то покупают те, чьи дети ходят в частные школы, или у кого дети уже в университетах. Ну, школы, в принципе, они, ну, среднего уровня, неплохие, но не там самые-самые лучшего рейтинга, да. Значит, по дому. Дом был построен в 1911 году. В доме 4 спальни и 3,5 ванных. Площадь дома 2456 квадратных фит в переводе на квадратные метры 228 метров. Но H.O.A., в принципе, здесь нигде нет H.O.A., как бы в даунтаун Орландо практически нигде нет H.O.A. Есть несколько комьюнити в Винтерпарке, где есть H.O.A., но в этом районе здесь его нет. Это очень большой плюс. Налог 6 тысяч в год и размер участка 0,17 акров. Что я хотела еще сказать интересного об этом доме, что он был полностью перестроен, фундамент остался. То есть все вот буквально от фундамента и выше все было заново построено буквально только что. После ремонта полностью вот этого обновления дома здесь еще пока не жил. Это был какой-то старый, не очень красивый дом. По-моему, он тогда еще не обновлялся с 2011 года. Да, но вот владелец, который приобрел тот старый дом, сделал из него конфетку, я, честно говоря, думаю. Давайте пройдем посмотрим. Пойдемте. Очень интересно. Дом выполнен в стиле, я очень люблю этот стиль, он напоминает мне дачи наши. Стиль называется крафтсман. В переводе это мастер, ну, мастер, то есть стиль мастеров. Этот стиль пришел из Англии в Новую Англию, то есть в район Массачусс, Бостон. И в Бостоне очень много домов именно этого стиля. Это обшивка деревянная, покрашенная. Обшивка деревянная, покрашенная. Я не знаю, именно вот эта обшивка дерева, потому что... Или бывают пластиковые обшивки. Знаешь, похоже на дерево очень, и покрашенные. То есть, честно говоря, я сама жила в доме, как бы, в крафтсман стиль. С деревом ничего не случается во Флориде. То есть, если это дерево или сайдинг такой пластиковый, они все влагоустойчивые. То есть, к нашему климату... Я жила в доме 1996 года. Там совершенно тоже были деревянные. Там какое-то спрессованное специальное дерево, влагоустойчивое. То есть, с нашим каркасом ничего не случалось с 1996 года. Здесь такая особенность этого стиля. У них у всех есть веранды хорошего размера передомов. Именно крафтсман, они, как бы, в каждом доме стиля крафтсман обязательно должна иметься веранда. И такие характерные столбы вокруг веранды. Слушай, а вот это, кажется, оно обработанное дерево, но это не чувствуется, что дерево. Оно все обрабатывается специально под условия погоды. А вот давай покажем табличку, да, что это 911 года. Лей Киола. Это просто вообще такая история в этом доме. Я даже представить себе боюсь. Так, заходим. Заходим, попадаем в гостиную. Смотри, что мне нравится. Здесь нет какой-то бесполезной площади, да, которую мы обычно не знаем, как назвать. Ну да. Вот здесь сразу гостиная, столовая, беденная зона. Так, вот она гостиная. Здесь можно повесить телевизор. Это все пока стейджинговая мебель. Это все стейджинговая мебель. Здесь можно поставить стол и побольше, естественно, но вот они выбрали поменьше. Можно вообще, если небольшая семья. Да, кстати, да, мой клиент, который смотрит дома, он именно смотрит в этой дистрикт. Почему-то ему не нравится совершенно новостройки, которые были построены вот только что. Мы их все равно смотрим, он, возможно, но ему очень нравится вот этот дух. Старины, да? Старины, истории. Вот какие мы все разные. Да, ему, но его главный, главный его критерий, чтобы он был полностью ремоделирован. Все-таки. То есть, например, как вот это, чтобы он не хочет никакой работы делать, чтобы он был полностью обновлен от потолка до пола. Вот как раз этот случай. Смотри, какая огромная поверхность. Это называется остров. Остров, да. Да, огромный. Вот с этой стороны можно сидеть. Это тоже, считай, дополнительно обеденная зона, да? Да, в том-то и дело. Поэтому, в принципе, большой стол там и не нужен. Опять-таки, у моего клиента семья небольшая. Да. Они вдвоем, да, только? Да, вдвоем, ага. А вот скажи, пожалуйста, что это такое в интересном месте? Это микроволновка, думаю, да. Я думаю, что мы в этом доме очень интересны, очень много интересных мест найдем. Смотрите, я такого не видела ни разу, да? Знаешь, чаще всего микроволновки вешаются над плитой, микроволновки с вытяжкой, но мне очень нравится, когда просто отдельная вытяжка. Она и как бы для взгляда смотрится очень эстетично, чем просто микроволновка. Ну, как бы дороговизну тоже придает. Да, да, придает дому. Естественно, все это новое, все-все здесь совсем еще никто не жил. А холодильник остается? Холодильник, да, это все остается, все, что видите, кроме мебели. Ага, это хорошо. Посудомойка здесь вот еще даже... Да, новенькая тоже. Новенькая еще не до конца пленку мы посняли. Да. Все, рабочие. А вот такая вот, смотри, какой, как это назвать островок? Тоже барная стоечка. Барная стоечка такая, да. Смотрите, как интересно. Мы только в предыдущем видео рассказывали про центральную систему охлаждения или отопления. Да. Мы показывали вам в новых домах она сверху, а здесь все идет снизу. То есть здесь уже была приведена эта система, и когда они делали ремонт этого дома, дом был флип, это мы называем. Да, да. То есть совершенно в ужасном состоянии дом, его когда не полностью сносят, да, то есть бывают два вида флипов, да. Сносится полностью фундамент, и строится новый дом на новом фундаменте с новой планировкой. Здесь этот фундамент сам остался, но раньше здесь дом был намного меньше. Здесь, по-моему, он был две или три беодрома. Его расстроили, да? Его подняли второй этаж, второй этаж расстроили. Давайте пройдем, наверное, по первому по первому этажу. Вот здесь мы зашли в гостиную, здесь хозяйская спальня, очень большого размера. Да. Балы очень хорошего качества. Я не знаю, честно говоря, что это сейчас. Это похоже на винил. Это похоже на винил, да. Да. Это винил. Прям глазом так от дерева не отличается. Сейчас винил очень хороший. Я сама положила у себя в гостевом доме винил и очень рада. Он очень устойчивый. Так, а тут у нас ванная хозяйская. Ну, естественно, жалюзи это все вешается уже новым владельцам. Строители никогда не предоставляют жалюзи. Отдельно стоящие ванны очень красивые. Они называются Garden Bus. Вот она, какая красотулька. Смотри, какая плиточка на полу. Да, здесь мозаика белой выложена. Большая душевая кабина. Да. Очень. А что у нас тут? Трон. Трон вот так закрывается, что очень хорошо. И две раковины, смотри, отдельно. Две раковины отдельно. Мне нравится, когда отдельно больше места для каждого. Хорошо распланировано и гардеробная. Гардеробная. Большая гардеробная. Да, хорошая. Так, проходим в следующую комнату. Выходим из хозяйской спальни. Мне нравится, что хозяйская спальня в отдельном крыле дома. Так, мы еще гуляем по первому этажу. У нас есть еще что показать. Второй этаж, да. Комнат много будет. Мы так это уже поняли. Это офис. Это не считается спальней. Это не считается спальней. Здесь нет гардеробной. Это комната офис. Так, давайте вот такой вот покажем полностью. В конце видео мы делаем быстрый обзор на широкий угол камеры, чтобы было понятнее. Так что смотрите до конца. Здесь должны быть стиральные и сушильные машины. То есть одна на другой, да? Их не будет с продажей. То есть то, что вот как вы видите, так все и будет. И здесь половина санузла. Так, а дверки здесь получаются вот такие вот выдвижные. Что экономит место? Карман и карман. Покет-дор. Отлично. Так, что еще мы показали? С первым этажом. Смотри, вот это что-то будет закрыто. Здесь будет закрыто. Ну, я бы закрыла. Я не знаю, если продавец будет закрывать. Это кладовка. Поднимайся на второй этаж. Так, поднимаемся. Здесь тоже винил на полах, на лестницах. Слушай, безумно похоже. Прямо от дерева не отличить, пока не потрогаешь. Да. Здесь бонусная комната. Вот такая вот бонусная. Можно сделать вторую гостиную с выходом на веранду. Кстати говоря, можно пройти? О, давайте пройдем. Ой, вот так просыпаешься утречком. Смотришь на соседей, на свой двор. Двор мы вам еще покажем. У него большой потенциал. Да, классный вид. Слушай, ну здесь можно очень много чего расположить. Скажи, смотри, какой большой. Ну, конечно, можно поставить зонтик тот же самый. Шезлонги, да? Честно говоря, двор настолько большой, я не знаю. Или туда спуститься. Да, двор, да. Или туда спуститься. Но если лень, знаешь, как бывает. Ну, есть, где разуму разгуляться. Да, не говори. Здесь мы проходим. Сейчас мы будем немножко метаться. Да, метаться. Я даже не знаю, с чего начать. Здесь полная ванная. Так, начинаем. Ванная с туалетом. Сделана в таком же силе, как и ванная внизу. Мне интересно будет посмотреть. Тут вот, смотри, такой уголочек есть. Так, а давай скажем, здесь щиток с выключателями. Так, далее. Здесь у нас не очень большого размера спальня. Спальня. Но здесь вместе со спокойно queen size bed. Да. Очень даже... Единственный минус у этой комнаты, но для кого-то это может быть и плюс здесь... Маленькое, но оно есть. Плюс вот стандартное гардеробное. О, смотри, а здесь на потолке... На верху, потому что они настраивали второй этаж. Здесь они уже привели верхнее, центральное сделали систему охлаждения. Потолок здесь скошенный. А ты посмотри, что я увидела тут тоже. Вот что-то, да? Что-то есть, куда-то дверка ведет. На крышу, наверное. Скорее всего, ватик, да, на чердак. Так, давай сюда пройдем. Так, проходи в эту комнату. Так, что у нас тут тоже гардеробная. Тут у нас спальня небольшая. Это уже размер кровати twin, если я не ошибаюсь. Односпальная. Так, и тут еще одна гардеробная. Смотри, какая уютная. Да, если это спальня... Она большая тоже гардеробная. Нет, если это спальня, то обязана быть гардеробная. Сколько мы уже спальни насчитали? Внизу одна, здесь две, три, да? Хорошо. Значит, вот это четвертая спальня. Вот это четвертая. В этой спальне есть собственная ванная. Так, сейчас покажем. Пожалуйста. Все сделано в одном стиле, да? То есть они особо не... Заморачивались в этом. Заморачивались, да? Это небольшая спальня, но опять же... Здесь гардеробная. И... Очень интересно. И какая-то нарния. Вот это мы не поняли. То есть здесь есть даже гардеробная, но они ее не посчитали как спальню. Да. Еще одна, да? Это не гардеробная, смотри. А, это просто... Мы не открывали эту дверь. То есть это еще один офис. Ты знаешь, у моего клиента... Пусть будет офис. Да, у моего клиента дочь учится в университете, она не будет здесь фулл-тайм. Скорее всего, она, как бы, второй этаж будет ее, если дом понравится. Да. И как раз вот этот вот... Вот эти вот две комнаты, гардеробная, это очень неплохо для ребенка-студента. Ну да. Ну интересно, да, вообще? Не говори. Можно заблудиться. Ну здесь можно и квин поставить, вот так. Квин можно. А, твин? Ну вот, квин, квин. А, квин, да, квин можно поставить. Квин, да, квин можно поставить, что можно. Квин. Опять же, мебель здесь не остается. Уже свое принесут. Так, ну вот мы, в общем-то, прошлись по второму. В принципе, скорее всего, второй этаж будет отдан дочери, и если будут приезжать гости, есть еще две дополнительные спальни. Так, ну что, теперь посмотрим. Сейчас мы выйдем во двор. Двор. Тут бассейна, конечно, нет. Во двор можно выйти через side door. Боковая дверь. Боковая дверь. Двор очень большой. Да. Заканчивается он... Здесь нужно добавлять забор. В принципе, плюс в чем, что уже по две стороны заборы есть. Да. Забор только добавить задний... Вот здесь. Задний, да. Сзади пропорти. И вот где вы видите... И вот где он заканчивается. Вот этот дуб, да? Вот где тот дуб, да, заканчивается. То есть не до конца, вот до серединки. В общем, можно забор поставить. Смотрите, в этом доме нет гаража. Да. Но есть такой подъезд. Вот подъезд. Да, через... Двор. Через двор. Да, есть подъезд. И здесь можно спокойно поставить гараж. Можно поставить гараж или оставить вот так в теньке, как в парковочное место. Можно сделать навес. Да, кстати. Вообще во Флориде очень многие как бы не строят гаражи. Они просто делают... Извините, я одену очки. Так солнце сегодня светит. Как всегда жарко. Они просто ставят такой длинный, могут поставить навес. И в принципе здесь... Для двух машин можно даже. Для двух машин, да. Здесь можно поставить какой-то сарайчик. Ага. Все, что хотите. На самом деле здесь можно... Выкопать бассейн. Воображение разгуляться. Можно сделать бассейн. Причем я бы не трогала зелень. А, ты брусчатку не хочешь? Там вот места для бассейна больше, чем достаточно. Да. Не будем туда гулять. Вот таким вот образом. Двор нужно... Облагораживать. Облагораживать. Очень много пальм. Их нужно просто... Ну, это нанимается сервис. Они обрезают все вот эти уже мертвые ветви пальм. Да. Но очень красиво. Мне нравится вот это вот дерево. Посмотри, здесь венок идет. Оброшенный. Я бы даже его не трогала. Я тоже бы не трогала. Красиво очень. Конечно. Вот. Есть над чем работать. Вот такой дом. И самое интересное об этом доме, то, что реально можно пройти пешком до сердца Орландо. Да, и до Лейки Ола парка с большим озером. Ой, хорошо, когда прохладно. Такие, кстати, давай скажем, окна тоже новые. Двойной стеклопакет. Ну что ж, ребята, нам нужно ехать до другого объекта. Мы тоже постараемся его для вас снять. Там уже будет по обстоятельствам, по времени. Спасибо, что вы с нами. Я была очень рада поделиться вам этим объектом. Очень надеюсь, что моему клиенту понравится, потому что мне нравится этот дом. У него хорошая аура, да? Вот ты чувствуешь что-то вот не то? Не-не-не. И цена, в принципе, нормально. Я еще удивилась, что так дешево в центре. Ты знаешь, я вижу очень много домов по цене за квадратный фут. И даже не такие как бы обновленные, да? А уже к 400 долларов за квадратный фут. Это 291. Это неплохо. Так что он, в принципе, своих денег стоит. Здесь, в принципе, есть потенциал или даже поставить небольшой гостевой домик. Да. Моему клиенту это интересная критерия. Это не главное критерие. Но если бы был какой-то угол в доме, который он мог бы сдавать или поставить отдельно на участке гостевой домик, для него было бы здорово. И смотри, что здесь у нас получается. Вот эту эрию можно было бы отделить и сдавать посуточно. Здесь проходит очень много конференций, концертов. В нашем МВА-центре можно просто отделять и иногда посуточно сдавать этот угол. Ну, есть минусы, конечно, потому что здесь стиральная, сушильная машина тогда придет как бы общий. Ну, посуточно, знаете, особенно здесь можно очень дорого посуточно сдать, если проходит какой-то огромный концерт в МВА. Сюда приезжают и именно в этой эрии смотрят, чтобы снять посуточно. Вот так вот там пять суток сдашь, но не постираешь. Или постираешь, пока твои туристы куда-то пошли гулять. Ну, я бы, конечно, на это сильно не рассчитывала. Но, наверное, возможность есть или поставить опять-таки гостевой домик небольшой во дворе. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подожди секундочку, у меня тут что-то сполз мой. Сполз мой. Заверег сполз сейчас. Дяденька меня смущает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok